МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Саша Диаманштейн и Вова Мотречук – одни из активнейших и веселых участников Мастер-Шеф-Діти. Ихня дружба завязалась после того, как Вова допомогла Саши, когда он вдруг получил черный фартук. С тех пор, ребята один у одного поддерживают на проекте, делятся порадами в приготовлении страв. Может, Циля, хоть не выберите себя? Циля, себя не выбирай! Ихня спільная работа в передостаннем конкурсе допомогла хлопцям выйти в финал. Победила команда Синеса! Сейчас же они уверены, что результат финалу никак не вплинет на их дружбу. Можно сказать, что вы уже победители, потому что вы два финалиста из трех. Ну, да. И к тому же друзья. Насколько вы вчера великолепно вместе, дружно справлялись с заданиями. Шеф-повара, которые пробовали самые разные блюда, были в восторге. Всему удивлялись, восхищались, пробовали с удовольствием. Особенно меня поразил десерт. Эти тарталетки с имбирным заварным кремом, лаймовым желе и меренгой. Правильно я все запомнила? Я не мог поверить, что это сделали дети. Если бы я не увидел их, то подумал бы, что эти стравы сделали дорослые шефы. Так что я прошу вас сегодня такое же блюдо приготовить, чтобы мы все научились этот десерт готовить дома. Получится? Да. Прежде чем мы начнем готовить, расскажите ваши ощущения. Вам же придется через неделю друг с дружкой сражаться. Мы сначала были друзьями и до самого конца будем друзьями. И после проекта, наверное, тоже получится? Да. Мы продолжаем дружить, мы будем дружить, и все у нас будет хорошо. Так как кто же из вас победит? Победит сильнейший. Главное теперь эту дружбу сберечь. Будет один победитель. Даже не знаю, всем удачи желаю. Но так уже сложно определиться с тем, кто лучше. Так что давайте будем готовить. Для приготовления заварного крема для наших тарталеток нам понадобится 3 желтка, сахар, крахмал, молоко, сливочное масло и имбирь. Для желе нам понадобится 3 лайма, сахар, желатин. Мы предварительно его растворили. Еще нам понадобятся наши руки. Да. Кстати, у нас их 6, потому что я могу вам помогать, если найдется работа. Я вижу, что тарталетки вы уже приготовили заранее. Да, это домашние тарталетки из песочного теста. Ну, напомните, как готовить песочное тесто для тарталеток? Для приготовления нашего песочного теста для тарталеток нам понадобится 200 грамм муки, 140 грамм сливочного масла, 1 желточек и холодная водичка. И соль. Мы с вами уже неоднократно готовили песочное тесто, так что я уверена, что у вас тоже получится так же, как у ребят. Также у нас же будет меренга. Для меренги нам понадобятся белки яичные, солька, сахарочек. Ничего сложного. Вот отличные какие тарталетки получились. Они уже, наверное, сами по себе вкусные. Но теперь мы будем их чем-то наполнять. Рассказывайте, чем? Мы будем их наполнять уже готовым имбирным нашим заварным кремом. И после этого мы их еще поставим в духовку, чтобы наш крем подзолотился. А потом мы уже добавим готовое желе и сверху меренги и мятка для украшения и цедра лимона. Сейчас будем крем готовить? Да. Давай Наденька почистит у нас имбирь. Давайте. Значит, нам надо просто почистить его и нарезать произвольно, такими маленькими кубиками или треугольничками, все что угодно. А тем временем я помогу Саше отделить желтки от белков. Значит, для приготовления нашего заварного крема нам понадобится три желтка. А я пока что половину молока заливаю в чашу. И половину сейчас мы будем ставить разогреваться вместе с нашим имбирем, чтобы молоко приобрело запах и также вкус. Значит, смотрите, мы белочки сделаем так, чтобы ни один желточек не попал к ним, чтобы мы в дальнейшем сделали с них прекрасную нашу меренгу. Желточки готовы у нас, белочки у нас тоже готовы. И теперь мы добавляем желтки к молочку. Вот так. У нас пока что молочко греется. Сейчас мы давайте добавим, наверное, в него имбирь. Все, добавили. И также мы добавляем к нашим желткам и молоку сахар. Где-то примерно полторы ложки столовых. И нам еще понадобится крахмал. Чайная ложечка, немножко. Значит, мы возьмем соковыжималку для приготовления нашего лаймового желе. Кстати, очень удобно, что в нашей кухонной машине есть возможность справляться с несколькими процессами одновременно. Вот сейчас в чаше мы будем с помощью насадки венчик взбивать ингредиенты для крема до однородной консистенции. А с помощью насадки цитрус-пресс легко получим сок из лайма. Быстро и без усилий с нашей стороны есть специальная ручка переключения с крестей. Значит, сейчас мы возьмем наш лайм. Я пока покатаю тебя. Нам понадобится три лайма. Ну, а если вот будет только лимоны, можно будет из лимонов сделать, да? Можно взять апельсины. Ну, в принципе, можно взять вообще любой фрукт даже, как бы, что вы любите. Малинку сверху будет просто красненькая, идеальненькая будет. Как бы, что вы любите, то и можно использовать. Параллельно у нас будут взбиваться яйца, и я буду выдаливать сок. И не забываем про молоко. Молоко наше начинает хорошо прогреваться. А цедра нам не нужна? Нам по-намбе цедра. А, из лимона. Так, хорошо. Значит, у нас уже взбились желтки. Лаймовый сок готов. Молоко наше уже начинает, как бы, закипать. Поэтому как раз время, чтобы влить в желтки наше горячее молоко. Процеженное. Процеженное молоко. Сейчас мы процедим его. Так, процеживаем. Аккуратненько. Останется только аромат и немножко вкуса имбиря. Да. Хорошая идея. А так и не догадаешься сама. Кстати, кто у вас идейный вдохновитель? Или вы по очереди? Мы по очереди. Это блюдо как бы мы вместе придумали. К примеру, я сказал, тарталетки. А Вова придумал уже начинку. Тоненькой струечкой вливаем. Аккуратненько, чтобы не свернулось. Мы немножечко перемешали. И теперь мы будем отправлять его обратно на плиту. Заваривается. Саш, кинь, пожалуйста, мойку. Конечно, вы сегодня такие вежливые. Пожалуйста, в мойку. Убери, пожалуйста. Но ведь в проекте не всегда была возможность вот так нежно друг с другом обращаться. Иногда ж нужно и побыстрее мысль свою донести, да? Ну, как бы да. Вика! Ну, какой надо было накрывать! Тебе, блин, закрой киви рот! Бери! Личи, Личи бери! Личи бери! А ну, стоять! Чего орешь? Нам тоже нужен лосось. И нам надо лосось. Зачем ты мне на тесто воды налила? Зачем? На креветки мне разлила! Ну, Соня! Приходилось и надо и кричать. Это в основном были такие моменты экстремальные. Когда можно друг другу простить вот эти покрикивания, да? Сейчас мы будем повешивать наш заварной крем. Вот этого небольшого количества крахмала будет достаточно, чтобы он загустел, да? Да, но если нет, то мы потом еще добавим. Саша, давай ты этим займешься? Передаю в руки. Я, наверное, займусь лаймовым жиром. Значит, у нас уже есть процеженный сок лайма. Значит, мы добавляем вот сюда. Сотейничек. Добавляем в сахарочек. Для своего вкуса я добавляю где-то, ну, на сколько лист? Где-то столовые ложки, наверное, две-три, как бы, чтобы она была не сильно кислая. Ну, конечно. Ведь все-таки лаймовый сок очень кислый. Даже кислее, чем лимонный, правда? Да. И долго ты так будешь двумя руками? Давай, наверное, Саша мне поможет. Заварным кремом. Возьми венчик. Ну, хорошо. Венчик, так венчик. Шеф сказал, я делаю. Мы должны проварить жире, как бы, до полного растворения сахара. Когда пойдет такой вот пар, начинает, как бы, вот идти, и мы, как бы, снимаем уже его. Ну, да, чтобы желатин не перекипел. Да. А можно использовать пектин, например? А пектин, агар-агар, если у вас есть, то, конечно, это все можно использовать. Крем у нас начинает завариваться потихонечку, я вижу. Сахар в желе растворяется потихонечку. Я уже думаю, что можно и добавлять потихонечку сливочное масло. А что потихонечку? Может, сразу, нет? Нет. По чуть-чуть. Вот, как бы, кодетерское искусство в пять раз сложнее, чем обычная кулинария. Сейчас мы добавляем желатин. Желатин у нас вот 15 грамм. Мы предварительно его размочили. Так, сейчас я положу ничек. Так, добавляем. Так вот здесь. Так наш крем хочет закипеть. Так, значит, желатин наш растворился. Мы можем переливать его в другую емкость или форму и отставить в сторону для охлаждения. В заварной крем мы уже добавляем второй кусочек масла. Сколько? Всего два кусочка масла туда, да? Нет, нет, нет. Мы должны... Все положить? Ну, почти все, да. А, ну так давайте бухнем. Так, а мне, может, духовку включить? Да, конечно. Духовочка, 180 градусов. Да, вы вдвоем, даже мне и работы не хватает. Все у вас рассчитано на двоих. Да. Мы все просчитали. Так, да, я. И нам вчера была, как будет, Саша немножко переживал, но как бы я так переживал, но я держал себя. Саша, утка без масла обжаривает, ты что? Дума, Саша, Саша, горе ты мои луковые. Суп готов? Да. У нас все есть, мы все успеваем. Нам было легко работать, мы как бы справлялись с своими эмоциями. Мы там не бегали, не кричали, тарелками не кидались, но все у нас было хорошо. Я вам скажу, что Саша, он очень добрый. Ну, то есть, как бы, мы, как бы, я его дополняю, он меня дополняет, как бы, я такой вспыльчивый, там, я не знаю, кричу. Он такой тихонечко, после этого его успокаивает, там, то есть, как бы, мы просто, как и не я, идили. Крем готов. Значит, мы сейчас будем наполнять тарталетки нашим кремчиком. Значит, давай возьмем ложечку. Давай нам поможет Надя. Доверху наполнять форму? Ну, так, где-то наполовину. На половиночку, на половиночку. Так, вот, у нас готовая форма. Вот так, да? Да, 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 потому что у нас будет еще, как бы, слой железа сверху. Ну, да, и ленточка, и мяточка. Вот же придумали, молодцы. Придумали, так придумали. Такого рецепта нет, кстати, в интернете, это наш, как бы, фирменный рецепт. Молодцы, здорово. Крем наш получился очень блестящий, очень красивый. Его можно не только для этого десерта использовать, да? Всего можно отвернуться и скушать ложечкой. Что я собираюсь вот прямо сейчас попробую. Мгм, такой имбирный, прелесть. Готово. Наши тарталетки готовы, наполнены кремом. Отправляем в духовку на 7 минут. Красота. Давай. И та-да-да-дам! Отправляем. Значит, получается, будут запекаться тарталетки в духовке с кремом. Уже застывает, вернее, остывает желе. У нас будет время приготовить меренгу. А сейчас, можно сказать, свободные минутки. Да. Я предлагаю вам поиграть. Это своего рода испытание. Насколько хорошо вы знаете друг друга, и насколько вы можете подсказать друг другу, в чем каждый из вас немножко ошибался в проекте. Как это будет? Я буду вспоминать моменты проекта Мастер-шеф, конкурсы, в которых вы участвовали. Вот, например, я скажу Вове название конкурса, и ты должен будешь показать, как вел себя Саша. Ну, насколько ты это помнишь. А Саша из этого сделает выводы, что он немножко не так делал. А потом наоборот. О-о-о. Сложно? Да. Сложно и весело одновременно. Я думаю, что это будет, да, и весело, и интересно, и полезно для каждого из вас. Ну, давайте, кто начнет? Давайте начнем я. Конкурс от Нади, раунд первый. Конкурс стал и на головах в битве черных фартухов. Покажи, пожалуйста, Саше, как он себя вел. Замолчи! Я тебе говорю! Циля, до свидания! Не отмехай меня! Узнаешь себя, Саша? Ну, и как ты думаешь, что неправильно было в этом поведении? Можно было бы что-то изменить? Я думаю, что я немножко переборщил. С эмоциями, да? Ой, хорошо, что это уже позади, правда? Так, ну что? О-о-о, а теперь покажи, как Саша себя вел в конкурсе, когда вы готовили для детей из детского дома. Надо было делать так. Ты! Сказали, что мы будем капитанами. Я ощущал огроменную ответственность. Что вот это Вова сейчас показывает, Саша? Что это за поведение твое было? Первый раз был капитаном и как-то не привык и не проявил. Ну, а если бы тебе опять выпала такая возможность, повел бы себя по-другому? Конечно, конечно. Так, Сашенька, давай теперь ты будешь показывать. Ты уже видел, как Вова тебя показывал. Ой, сейчас будет. Это будет битва черных фартухов перед кителями. О-о-о-о. Боже. Боже, боже, боже. Сейчас будет что-то. Соня, Саша, ты мне воду пролива. Тебе будет капец. А ну, Соня! Какой-то ты нервный был, да? Я вспомнила этот момент. Я тогда очень сильно переживал. Как будто на нервах, наверное, сорвался на Соне. И как бы я понимаю, что это неправильно. Но тогда как бы Соня, мне кажется, что она мне специально пролила воду на лист. Ну, а как ты думаешь, провокация маленькая? Возможно. Возможно, она хотела меня вывести из нервов. У нее это получилось. А был еще такой интересный конкурс, когда нужно было приготовить из ингредиентов для соленого блюда десерт. О-о-о. Сейчас все. Считай, пропало. Так, Саша, по-моему, очень вошел в роль. И получает удовольствие от того, что тебя показывает. А тебе каково было тогда? Тогда это было еще страшнее. Но как бы, да, я принимаю эту ошибку. В занятии так не буду делать. И из этого эксперимента ясно, что вы очень хорошо излили ошибки, учли все эти промахи, которые совершили в проекте. А вообще-то это были не ошибки и промахи, а вы набирались опыта. И здорово, что теперь вы можете об этом вспоминать все-таки с улыбкой. Спасибо вам огромное. Пока мы тут развлекались, тарталетки уже, наверное, готовы? Наверное. Пойдем доставать? Да. Та-да-да-дам. Какие золотистые. Отличненько. Это надо похлопать. Я просто говорю, что это... Лучше, чем вчера, честное слово. Чудесные тарталетки готовы. Та-да-да-дам. Пам. Пам. Отлично. Крем. Такой вот, как я уже говорил, золотистая корочка по бокам, чтобы не припеклась. Просто я думаю, что это будет идеально, просто даже будет, мне кажется, лучше. Ну, мне нравится, что будет еще даже лучше. А теперь следующие этапы, что мы делаем? Заливаем жиле. Так а ничего, что мы жиле на горячие тарталетки вылили? Они должны немножечко остыть. А пока наши тарталетки тут остывают, у меня есть маленький подарок для Вовы. И пошел в мой холодильник. Я так и знала, что у меня там какие-то подарки. О-о-о-о. Ты приготовил. И это тортик тетя Циля. Там бисквитик сметанный. А я думала, что это Надя оставили. Я уже подрастроился. А это мне. И давайте его разделим на всех и будем пить. И будем пить что-то с ним. Если на месте нам что-то дадут. Давайте будем пробовать наш тортик. А давайте-ка закончим с вашим десертом, который сегодня готовим. А потом разберемся с этим уже готовым. Но очень приятный сюрприз, да, Вов? Да, я не ожидала просто. А сейчас, значит, мы возьмем наши тарталетки, зальем его нашим чудесным, вкуснейшим желе. Давайте Наденьке дадим две тарталетки. Сколько? Ну, где-то вот и еще чуть-чуть. По две ложечки, да? Да. Значит, мы берем наши тарталетки, ставим на блюдо. И в дальнейшем мы отправим его в холодильник. Для застывания. На полчаса для остывания. Саша, давай ты будешь отправлять наши тарталетки в холодильник. Я тебе помогу открыть его. Поставили. Через полчаса мы продолжим приготовление десерта. Нам остается сделать меренгу? Да. Давайте. Значит, мы, наверное, сейчас сделаем цедру. Дай мне лимон. Я отдам дольку Саше, одну вот лимонную. Он будет протирать чашу, а ты натирать цедру. Так мы быстрее справимся. Это чтобы убрать лишний жир. И белки хорошо взбились в крутую пену. Лимоном уже запахло, и лаймом пахнет. Так, цедра наша готова. Выливаем белки. Начинаем взбивать. Надо чуть-чуть добавить соли для взбивания. Совсем чуть-чуть. Сначала мы взбиваем на маленькой скорости, чтобы белок разбился. Свою структуру как бы. А дальше мы постепенно ускоряем и ускоряем. Мы добавляем сахар. Или сахарную пудру. Ух. А давайте пока сделаем для украшения филе лимона. Значит, мы вот так вот снимаем шкурочку. Уже будем пачивать сахар понемножечку. А я пока научу вас делать филе лимона. Значит, вы берете вот так вот по прожилочкам. Аккуратненько. Вырезаете. И вот у вас есть готовое, красивое филе лимона. Без прожилочек просто... Точно без прожилочек? Без прожилочек. Мы добавляем уже третью ложку сахара. И четвертая пошла. Наше желе уже, думаю, застыло. Давайте посмотрим. Ой, красота какая. Сейчас мы украсим наши тарталетки меренгой. Есть кондитерский мешок. Даже готовилась к вашему приходу. Идеально. Даже так вот. Ребята завершают украшать десерт. А я пока напомню, как мы его готовили. Для песочного теста возьмите муку, сливочное масло, желток, воду, соль. Масло с мукой перетрите в крошку, добавьте в воду, желток, замесите тесто. Отправьте в холодильник на 20 минут. Для заварного крема возьмите молоко, желтки, сахар, крахмал, свежий имбирь. Желтки перетрите с сахаром, добавьте часть молока и крахмал. Часть молока соедините с имбирем, доведите до кипения. Для желе возьмите сок лайма, сахар, желатин. Сок размешайте с сахаром, разогрейте, добавьте желатин, тщательно перемешайте. Для меренги взбейте белки с сахаром, добавьте немного соли. Тесто раскатайте, разложите по формам. Тарталетки выпекайте 15 минут. Залейте тарталетки заварным кремом, выпекайте 7 минут при температуре 180 градусов. Достаньте из духовки, дайте остыть. Наполните их желе, отправьте в холодильник на полчаса до застывания. Украсьте меренгой, мятой, лаймом, цедрой лимона и сахарной пудрой. Вы довольны результатом сегодняшней работы? Да, да. Отлично. Отлично. Давайте тогда попробуем. Какая красота, ребят, ну вы просто молодцы. Вкусно? Да, это то. Я в восторге от того, как вкусно, легко и быстро, слаженно и дружно вы приготовили этот десерт. Спасибо вам огромное за эту встречу. Желаю вам через неделю на Мастер Шеф Дети показать лучшее, на что вы способны. И пусть победа будет за вами. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!